МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Кадровый и трудовой потенциал. Результаты работы за минувший год и планы на 2019-й обсудили в областном союзе нанимателей. Гомель будущего. Развитие областного центра из первых уст. Интервью главного архитектора города. Наши корреспонденты также побывали на месте будущей жилой застройки, почти в самом центре Гомеля. И узнали, как пройдет закладка парка семейных деревьев. Белорусские сыщики. Сегодняшний материал к столетию региональной милиции о сотрудниках уголовного розыска. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. На уходящей неделе глава администрации президента Наталья Качанова по поручению президента Беларуси совершила поездку в Житковичский и Петриковский районы Гомельской области. В центре ее внимания наведение порядка на земле, зарплаты, занятость, работа с обращениями граждан и справедливое отношение к людям, а также детальное изучение конфликтной ситуации вокруг озера Червоное. Наталья Качанова посетила агрогородок Лясковичи, где расположен административный центр национального парка Припятский. А во второй половине дня приняла участие во внеочередном заседании райисполкома в Житковичах. Выяснилось, что нездоровый ажиотаж вокруг озера отчасти стал результатом недостаточного информирования людей со стороны местной власти. Именно на эту недоработку в первую очередь указала глава администрации. Она также отметила, что еще 28 марта было подписано распоряжение президента вокруг проекта и мнимых последствий которого разгорелся спор. Документ был тщательно проработан с учетом интереса всех сторон. Рыболовство по факту осталось за Житковичей химсервисом, а сфера организации охоты перешла к нацпарку, что как раз и является профильной деятельностью Припятского. Местные жители, как и ранее, пользуются льготным режимом при приобретении путевок. Стоимость их не увеличивается. На исполкоме также были подробно рассмотрены итоги социально-экономического развития Житковичского района в первом квартале текущего года. Проанализирована работа убыточных предприятий. Обсуждены некоторые нормотворческие предложения. При этом акцент был сделан на выполнении поручений президента. Наталья Качанова также ознакомилась с состоянием дел на сельскохозяйственных объектах региона, территории машино-тракторного парка, молочно-товарной фермы. Обсуждались ход посевной, перспективы развития сельхозпроизводства. Глава администрации прежде всего обращала внимание на необходимость неукоснительно соблюдать требования президента о повсеместном наведении порядка. Результаты работы за минувший год и планы на 2019-й. На Гомельском химзаводе прошло собрание членов областного союза нанимателей. В нем участвовали также представители руководства областного исполнительного комитета и Республиканская ассоциация предприятий промышленности. Итоги встречи, а также некоторые другие события недели в обзоре от Службы информации. Несмотря на определенные экономические сложности, цель промышленного сектора Беларуси в этом году достичь роста ВВП на 3,5%. На Гомельщине действуют 230 крупных и средних промышленных предприятий. Их доля в объеме производимой в Беларуси продукции составляет 22%. В составе Гомельского областного союза нанимателей 63 предприятия. Численность занятых в промышленности области – более 130 тысяч человек. Кстати, союз нанимателей нашего региона признан одним из наиболее активных в республике. В прошлом году деятельность объединения велась по трем основным направлениям. Это социальное партнерство, внесение предложений по изменениям в действующее законодательство и повышение профессиональных компетенций работников. В числе приоритетных направлений также – поиск новых рынков сбыта и обеспечение роста производительности труда, что в конечном результате влияет на уровень заработной платы работников. Сельскохозяйственные предприятия Гомельской области завершились в ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Первыми финишировали южные районы – Мозорский, Ельский, Лельчицкий и Петриковский. Вслед за ними справились задачи и остальные. Всего посеяно около 120 тысяч гектаров. Практически во всех районах области приступили к севу кукурузы. Под эту культуру отведено более 360 тысяч гектаров. В ближайшее время сельхозпредприятия начнут посадку картофеля. Ведется подготовка почвы и посадочного материала. 20 миллионов деревьев за одну неделю высадят в Беларуси. Из них – 8 миллионов в Гомельской области. Накануне стартовала республиканская акция «Неделя леса». Она продлится до 20 апреля. Мероприятия приурочены к коду Малой Родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участником акции может стать каждый. Для этого надо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Общежитие для пограничников заставы «Усохская Будда» Гомельской пограничной группы открылось в одноименной деревне в Добружском районе. В новом двухэтажном здании – 8 квартир. 4 двухкомнатные и 4 однокомнатные. Все помещения с ремонтом, мебелью и техникой первой необходимости. Благоустроена прилегающая территория. В течение месяца здесь отпразднуют новоселье офицеры, прапорщики, контрактники и их семьи. Начальник Гомельской погрангруппы Владислав Броев рассказал, что в мае-июне три подобных общежития откроются и в Мозоре. Представители областного союза следователей провели правовые консультации для жителей, отдаленных от райцентра деревень Светлогорского района. Информационно-просветительская акция посвящена Году Малой Родины и проводится по инициативе председателя союза следователей Аркадия Третьякова, уроженца города Светлогорска. Мероприятие задумывалось с целью повышения уровня правовой информированности населения, оказания в пределах компетенции сельским жителям помощи в разрешении имеющихся вопросов. Поэтому в команду вошли также представители местных органов власти, районы организации Белорусского общества Красного Креста, агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. При положительной оценке, в первую очередь со стороны граждан, традиция будет продолжена и в других районах. В агрогородке Чиркович и Светлогорского района прошло заседание коллегии Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома. На повестке дня – выполнение региональной киносетью госпрограммы «Культура Беларуси», рассчитанной на 2016-2020 годы. Гомельская область сейчас занимает второе место после столицы по объему выручки от кинопоказов и количеству посетителей. Вместе с тем, мониторинг комитета госконтроля выявил необоснованность показа социальных роликов, которые не были по закону внесены в государственный регистр фильмов. Эту ошибку в регионе уже исправили с целью не допускать приписок кинопоказов, которые на самом деле не проводились, будет введена новая форма отчетности. Гомель будущего. Какие знаковые объекты обещают появиться уже в ближайшее время в областном центре? В каком направлении будет расти город и как реализуются проекты, заложенные еще в 2016 году в генеральном плане развития Гомеля? Об этом в интервью программе рассказал главный архитектор города Юрий Литвинов. Последняя утвержденная версия генерального плана развития Гомеля датирована 2015, утверждена в 2016 году. Какие из наиболее значимых проектов уже реализованы? Из наиболее значимых проектов можно отметить это жилые образования, на которые разработана градостроительная документация, реализация точечных объектов, инфраструктуры и торговли. В процессе реализации в соответствии с генеральным планом города Гомеля сейчас у нас объекты по жилой образовании. Это Шведская горка, 59-й микрорайон. Из новых микрорайонов реализованных уже это 104-й, 94-й, 96-й микрорайоны. Ну и новый микрорайон по Федюнинскому. Также есть планы, уже проектируются и будут реализованы. Это микрорайоны по улице Лепешинского, советской. И в дальнейшем город будет развиваться именно в южном направлении. То есть то, что указывает нам генплан. Южное направление, чтобы было более понятно зрителям, это в сторону Черниговской трассы. В сторону Черниговской трассы. Если говорить по жилой застройке, это и точечные объекты в центре и районах, это и целые новые микрорайоны. Самым главным требованием, которое мы предъявляем к микрорайонам, жилым образованием, группам жилых домов, это, наверное, комфортность проживания граждан. То есть тут ставка делается все-таки не на транспорт, как вот у нас до этого было стоянки во дворе. И мы постоянно пересекались они с пешеходными потоками. Сейчас акцентом становится вынос парковочных, стояночных мест. Это за пределы дворового пространства. То есть двор – это создание более комфортной среды для населения. В том числе и спортивные площадки, и детские, игровые площадки для отдыха, и в том числе объекты озеленения. Еще достаточно актуальная тема – восточный обход. То, о чем в последнее время снова начали много говорить. Понимание необходимости есть. Дело в финансировании такого затратного проекта? Ну, это все-таки самый первый аспект, о чем мы говорим. Мы уже видим, что проект начал реализовываться, и уже реализован в части городской. Однако финансирование значительно требуется для завершения этого проекта. И это финансирование можно сравнивать с годовым городским бюджетом. То есть это для того, чтобы завершить только этот проект и больше никакими проектами не заниматься. Поэтому, как местные исполнительные органы, так же заинтересованные организации, все мы ждем этого объекта. Но нельзя выставлять его на передний план и забыв о многих других потребностях, как граждан, так и общегородских потребностях. Что Гомель в первую очередь должно дать? Это непрерывное кольцо. Ну, по логичным причинам это, естественно, транспортная разгрузка. То есть транзит не через магистральные улицы городского значения улицы. Это все-таки будет объездное кольцо. Задача разгрузить центр. Да, это как основная позиция. Это объездное, ну, так же, как и трасса Север-Юг, которая так же запланирована генеральным планом. Часто гомельчане говорят, хотим видеть Гомель мегаполюсом. А как же историко-культурное наследие? Ведь это очень тонкая грань между сохранностью и современностью. Культурное наследие, историческая часть города, вот о чем мы говорим, самое сложное, наверное, в этом деле, это сохранить то, что уже есть. То есть здания с течением времени, даже при том качестве, которым они были сделаны, они были возведены, построены, они с течением времени все равно теряют свои прочностные характеристики, то есть уже начинают понемногу разрушаться. И наша задача всеми возможными, особенно высокотехнологичными какими-то средствами, оставить для себя, для наших потомков, то есть вот их в первозданном виде, насколько это возможно. То есть где-то методом реконструкции, реставрации, и как и городские власти, в том числе и Министерство культуры, все за этим очень следим. И в завершении, каким мечтает видеть гомель будущего главный архитектор города, если бы у вас была волшебная палочка, как бы вы ее использовали? Я бы оставил город таким, как он есть. Чистым, зеленым, светлым. И благодаря этой волшебной палочке где-то мы дошлифовали, где-то бы доработали, и он бы стал еще красивее и радовал бы наших горожан и гостей. Спасибо за интервью. Успехов в делах. Спасибо. И в продолжении темы. В Гомеле на будущей неделе начнется закладка парка семейных деревьев. А через несколько лет нового микрорайона почти в самом центре. Город растет, развивается и становится более уютным. Марина Джалая вместе со специалистами побывала на площадке, которая превратится в сад, а также на месте будущей жилой застройки. Наша съемочная группа вместе с председателем Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраной окружающей среды Андреем Сущевичем на месте будущего парка семейных деревьев. Первые саженцы в районе озера Бурое болото появятся 19 апреля. Инициатива проекта принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. А концепцию зеленой зоны подготовили студенты Белгута. В первый день высадят около полусотни кленов. Кстати, вот с этой территории общими усилиями вывезли около трех тонн мусора. Стартовое событие основания парка – закладка памятного камня. Памятный камень будет установлен практически в том месте, на котором мы сейчас с вами стоим. Да, покажите, пожалуйста. Абсолютно верно. Вот здесь это будет обустроено местом, на котором будет заложен памятный камень. А что будет написано, выбито, что будет на камне? Ну, значит, здесь пока еще не определились, какое название в конечном итоге получит этот парк. Пока предварительно рабочее название – это парк семейных деревьев. Значит, ну и, конечно, будут произведены не только камень установлен, но и будет заложена первая аллея. Позже здесь появятся и другие аллеи, например, посвященные семейным юбилейным датам или рождению ребенка. А еще в планах возведения целого микрорайона. Будущая застройка пока не имеет названия. Известно, что она будет состоять примерно из 20 многоэтажек. Пустыри за моей спиной застроят дома появятся на территории от оврага до железной дороги. Кстати, это будет целый жилой комплекс с необходимой социальной инфраструктурой. А вот участок Бурово-Болота в план застройки не попадает, как и Креничка, которая находится рядом. Построят новый микрорайон рядом с улицей Юбилейной, согласно генплану развития Гомеля, который несколько лет назад скорректировали. Разумеется, такая территория требует большой подготовительной работы, для чего необходимы серьезные финансовые средства. Что касается вопросов по поводу плохих грунтов, либо каких-то там еще, скажем так, оснований, что здания не могут быть построены на этом месте, будет проводиться дополнительная работа, проект застройки микрорайонов, в котором будет определено, какие необходимо выполнить мероприятия, для того, чтобы здания эти были построены. То есть, чтобы они были обеспечены и несущая способность, и их полноценное нормальное функционирование. Поэтому эти вопросы будут, конечно же, уточняться. Просто так никто дом не построит на болоте или как там, на плохом грунте. Точная дата начала строительства микрорайона пока не определена. Но в том, что вместо пустырей вырастут дома, сомнений нет. Кроме высоток, планам предусмотрено появление здесь нескольких объектов общественного питания, магазинов, зон отдыха, детского сада. Марина Джалая, Валерий Гопанько. Новости недели. Мы продолжаем цикл материалов, приуроченных столетию милиции Гомельской области. На этот раз наша съемочная группа встретилась с бывшими и ныне действующими сотрудниками уголовного розыска. Это благодаря в том числе их нелегкой и часто опасной работе в Гомельской области отмечается снижение количества таких видов преступлений, как грабежи, кражи и разбои. История и современность уголовного розыска в следующем сюжете. С самого начала образования службы сотрудники уголовного розыска без работы не оставались. К примеру, 20-е годы прошлого века ознаменовались масштабной борьбой с бандитизмом. Эта заметка была размещена в газете «Путь Советов» 1 января 1920 года. Граждане деревни Поколюбичи выражают благодарность сотрудникам Гомельского губрозыска за ликвидацию волости шайки бандитов. Шайка состояла из дезертиров и стерроризировала все население. В областном музее криминалистики этой странице истории УГРО посвящено несколько стендов. Хотя боролись тогда оперативники не только с бандитами, не все знают, но именно в Гомеле сотрудники милиции задержали преступника, который путешествовал по Советскому Союзу с поддельными документами председателя Центрального исполнительного комитета Узбекской ССР. Случилось это в августе 1925 года. Позже этот антигерой станет прототипом знаменитого Остапа Бендера. Матвей Хавкин, это начальник милиции, раздобыл журнал «Красная Нива» с фотографией настоящего председателя. Тут-то что, не сходство личностей. Несмотря на все угрозы Тургуна Хасанова, он говорил, что я буду жаловаться в Москву, Сталину, Калинину, милиция все-таки решилась на то, чтобы его обыскать. И так сказать не прогадала. При нем была найдена справка на освобожденного из мест лишения свободы Тургуна Хасанова. Вот так вот, благодаря бдительности гомельской милиции, был задержан один из известных прототипов Остапа Бендера. Преступность в Гомельской области существовала всегда, но в отдельные периоды она приобретала действительно опасные формы. В музее криминалистики сегодня можно увидеть фотографию здания участка милиции в деревне Кольно Житковического района. В 1962 году оно было взорвано в результате теракта. Еще одна страница в истории уголовного розыска «Лихие 90-е». Организованные преступные группы тогда действовали практически во всех городах области. В Гомеле и сегодня многие помнят о бандах морозовцев и пожарников. Столько много было всего. Было, что и бегали, с третьего этажа от нас прыгали, догонять приходилось. Было, что по полям бегали среди ночи по картошке за бандитами. Всякое было. Приходилось физическую силу применять, но оружие, слава богу, ни разу не применял. Так только для устрашения доставали, а применять не применяли. Ну, правда, все-таки как-никак в милицию, особенно в уголовном розыске, они побаивались. Ну, на стрелке приходилось ехать. Ну, правда, каждый сыщик друг друга не давали в обиду. Если кого-то обидели, мы все собирались, ездили, разбирались. Сегодня бывший майор уголовного розыска Владимир Медведев работает воспитателем в Гомельском кадетском училище. Говорит, что теперь главная задача для него – воспитать в кадетах чувство патриотизма и приобщить их к дисциплине. В ближайшие месяцы в рамках профориентации курируемого класса МВД он организует экскурсии в райотделы милиции. Летом выйдет с учащимися на полевые сборы. Впрочем, рассказать о реальной работе оперативника и сам Владимир Медведев может многое. Этот скромный с виду человек – живая легенда гомельского уголовного розыска. Сегодня он вспоминает о задержании особо опасного преступника, имевшего поистине звериное чутье на любую нестандартную ситуацию. Задержать-то нужно было, а в этом доме как раз проходил ремонт наружный. В связи с этим я вместе с коллегами пришлось переодеться в рабочую форму. Под видом рабочих, что нам нужно посмотреть, где поставить люльку, зашли в квартиру и задержали человека без всяких, чтобы он не успел среагировать. В постели, грубо говоря, задержали его. Возле здания отдела внутренних дел администрации Советского района Гомеля есть стенд с фотографиями разыскиваемых. Оперуполномоченный Евгений Чешко знает их всех поименно. Его уверенности можно только позавидовать. От ответственности не уйдет никто. В розыске ведется ежедневный. Затрачивается на это практически все рабочее время. Соответственно, результат более чем оправдывает. В уголовном розыске Евгений Чешко чуть более пяти лет. Недавно получил погоны капитана. Говорит, что свою работу любит по-настоящему. Сотрудник уголовного розыска. Это образ жизни. Наша работа предусматривает риск. И, конечно, когда идем на задержание, не исключаем любой вероятности развития событий. Поэтому всегда стараемся ходить вдвое, чтобы мог напарник подстраховать. И чтобы избежать каких-либо нестандартных ситуаций. Похищен автомобиль. ВАЗ-21063. Регистрационный знак. 98-98. Ирина, Роман, 3. Разговор с Евгением Чешко обрывается практически на полусловие. В этот день он дежурит в первом городском отделении милиции. Бронежилет, каска, автомат. Для того, чтобы в полной экипировке сесть в служебную машину, нужно несколько минут. Еще две минуты для проезда к заранее определенному месту, и милиционеры готовы к задержанию. Находящийся в розыске автомобиль появляется внезапно, однако патруль реагирует оперативно. Правда, на этот раз тревога оказывается учебной. Сдан еще один экзамен, и, наверное, не самый сложный. У Евгения Чешко еще долгая служба в органах внутренних дел. До расставания с нашим героем остается около получаса. О видеосъемках с членами его семьи мы даже не договариваемся. То, что родные ждут дома сотрудников милиции, как никто другой, понятно без лишних слов. Дома относятся с пониманием к моей работе. Знают, что работа у меня важная, нужная. Всегда ждут. И поддерживают. Олег Ченсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Иконы в выставочных залах картинной галереи, съемки фильма «Ко дню независимости Беларуси», древнее искусство бонсаи в интерьерах Дворца Румянцевых и Паскевичей. Неделя была поистине насыщенной на культурные события, которые привлекли к себе большое внимание общественности. Подробности у Евгении Кухаронок. Как известно, театр начинается с вешалки. Однако, чем заканчивается театр, крылатые выражения не уточняют. Я бы сказала, овациями, цветами и криками «Браво!». Однако есть же и та кропотливая работа, которая тщательно скрывается от нас, зрителей. На неделе гомельский зритель увидел на сцене драматического театра премьеру спектакля «Тоот. Другие и майор». Ставил его режиссер Яков Потапов по мотивам пьесы венгерского драматурга Иштвана Эркиня. Работа не из легких, необходимо было передать двойственность в характерах персонажей. Их переходы на сторону добра и зла, да и в целом преподнести зрителю сюжет, написанный в стиле буфонады и карикатуры. Я там немножко вздемнул, но чтобы кусаться, я никогда не кусался. Возрождению иконописи посвятили новую выставку в картиной галереи Ващенко. Здесь презентовали 65 икон, созданных нашим современником Виктором Косточком. В центре экспозиции работа мастера под названием «Крещение Руси». Помимо того, представлено несколько отреставрированных икон. В Ветковском районе снимали одну из частей фильма «Ко дню независимости Беларуси». Премьеру готовят Белтель радиокомпания и ВНТВ. Картина под названием «Освобождение» будет включать в себя съемки около деревни Старое Село, недалеко от озера Чечель. Выбор локаций не был связан с сюжетной линией. Дело в том, что необходимые для фильма танки и боевые единицы находятся в нашем регионе, и их транспортировка в столицу сложна и затратна. Поэтому переехать пришлось съемочной бригаде. Древнее искусство «Бонсай» презентовали в Южной галерее Дворца румянцевых и паскевичей. Коллекцию карликовых деревьев представил гомельский мастер Дмитрий Вихарев. На выставке миниатюрной композиции сказочных сюжетов разыгрываются под кроной и ясеня сосны японского клёна, оливы, розмарина и других деревьев. Далее о культурных событиях предстоящей недели. 16 апреля в выставочном зале Гомельского областного центра народного творчества откроется персональная выставка икон Дмитрия Солмыгина. А музей, печати и фотографии приглашает гомельчана, гостей города, познакомиться с зарисовками янтарного края. Экспозицию представили участники фотоклуба «Ракурс» из города Черняховск, Калининградской области России. 19 апреля Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга выступит в Хойниках. Один из концертов праздника белорусского искусства «Мазышные краевида Хойницкой земли» будет посвящен 90-летию народного артиста Беларуси Евгения Глебова. А в кинотеатрах региона на следующей неделе стартует сразу пять премьер. На большие экраны выходит комедийный российский боевик «Миллиард», американский фильм ужасов «Проклятие плачущей», мелодрама «После» от режиссера Джейни Кейдж по одноименному роману писательницы Анны Тодд, биографическая драма о легендарном танцовщике Нуреев «Белый ворон». И, конечно же, для юного зрителя приключенческий фильм «Пушистый шпион». На этом пока все. С культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухарона и Александр Харлампов. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова